МОТОРАДИО Сегодня опять мы поговорим немного о людях, но о людях, которые стремятся сэкономить, и частенько бывают ситуации, когда человек попадает в какую-то одну мастерскую, там он делает что-то, после чего требуется сделать еще что-то, и вот каждую операцию человек пытается оценить в разных мастерских, где подешевле, и бегает таким образом из мастерской в мастерскую, а мастерские, которые как бы все последующие, не знают, что делала предыдущая, если он ремонтируется в разных, словом, вот о таких вот мотыльках, и чем это может обернуться, ну, не только для мастерской, там, головной болью какой-то и незнанием того, что делали предыдущие ребята, но и для самого клиента, который вот пытаясь сэкономить, в общем, наводит такой, ну, ненужный, что ли, как бы сказать, ненужный белый шум. Прошу. Да, Александр, вопрос, конечно, интересный, вот, и, значит, главный момент вот этой сложной ситуации с сменой мастерских, он заключается в том, что, когда один человек занимается поиском какой-то неисправности, он выстраивает определенную логическую цепочку, ну, сначала от простого к сложному, да, то есть мы сначала какие-то простые вещи убираем, потом там более затейливые, потом еще более затейливые, как правильно. Давай приведем пример, например, что-то со сцеплением, одна мастерская вскрывает, смотрит и так далее, и говорит, о, надо поменять вот это, человек говорит, все, спасибо, и начинает обзванивать другие мастерские, я так понимаю, да, выбирает, где подешевле вот то, что ему сказали в первой. Ну, как бы, не совсем так, хотя, возможно, это тоже присутствует. Есть люди, которым, ну, скажем, что-то приговорили, то есть высказали предположение, что это надо поменять, и человек ищет либо детали сам где-то там за какие-то более разумные деньги, либо место, которое его устраивает по тем или иным причинам, вот. И получается, что думали и прикидывали, как бы, ситуацию, ну, то есть прогнозировали одни люди, а исполняли совершенно другие, у которых, скажем, там, логические цепочки свои в силу уникальности мозгов, потому что у каждого мозги уникальны. И поэтому бывает, что, как бы, ну, происходит какая-то чехарда, то есть, скажем, одни подумали одно, там, как бы, второе, другое, и, соответственно, а третий, к которым он приехал переделывать после вторых, да, они делают снова все подряд и, как бы, меняют то, что они считают нужным. И есть такая поговорка в среде мото-механиков, экономя деньги клиента, ты тратишь свои. То есть, если ты где-то что-то не доделал и оставил этот сомнительный компонент какой-то, да, который, по идее, еще более или менее ничего и прочее, потом он, значит, приходит в негодность, прикол в том, что человек приезжает, говорит, даешь, приезжал к тебе, просил все, что надо сделать, а ты не сделал, давай делай по гарантии. Ну, это довольно распространенная история, поэтому в данной ситуации, чтобы не терять лицо и не иметь сложных ситуаций с клиентом, но я придерживаюсь того, что все, что мне не нравится, я, как бы, поменяю, то есть, ну, как бы, я делаю то, что, как бы, все необходимое. То есть, чтобы быть самому уверенным, что то, что ты в оконцовке поменял, ну, как бы, причину, то все сопутствующее тоже стоит новое, и ты в этом смысле уверен? Да, то есть, есть отправная точка, то есть, я знаю, что поменял это, я поменял это, я поменял это, соответственно, место, которое могли бы пить кровь в будущем, я не оставил. Либо там, допустим, другая ситуация, да, то есть, очевидно, неисправная одна вещь, сомнительная другая и нормальная третья, да, там. И ты, как бы, думаешь, вот сомнительную оставлять, не оставлять, это, наверное, более распространенная история, допустим, с системами зарядки. Когда, допустим, у вас выгорел статор, катушка статора, да, да, она, допустим, у вас трехфазная, да, то есть, сгорела одна фаза, или там замкнула на землю, или просто стала черной, то есть, у вас с трехфаз стала работать одна или две. И, соответственно, там, ты диагностируешь, да, там, сгоревшая одна фаза. То есть, условно говоря, есть очевидный совершенно неисправный узел, который, значит, мешает жить счастливо. Разбирают, меняют, значит, ставят новое, человек уезжает, и через, там, месяц-два снова приезжают с похожей ситуацией. А причина в том, что, как бы, то устройство, которое работает с генератором, на самом деле виновата оно. То есть, оно, получается, перегружает вот эту одну фазу в силу каких-то конструктивных, скажем так, неисправностей внутренних. Оно работает, но оно работает некорректно. И получается, что сгоревший генератор, это, по сути, можно расценивать как следствие неисправности реле-регулятора. И вот, как бы, здесь я придерживаюсь такой политики, что, допустим, если есть проблема с зарядкой и сгорела катушка статора или подгорела, я меняю сразу же реле-регулятор. Потому что, да, конечно, там можно определенным образом потыкать тестером в него. У меня есть диагностический хвост специальный сделал, чтобы можно было под нагрузкой измерить. Но, опять же, электрические всякие штуки, они коварны именно тем, что зачастую они меняют поведение при изменении температуры. То есть, хорошо, у меня мотоцикл 10 минут работает или 20, да, все нормально. Человек поехал, нагрелся в пробках, едет там типа полтора часа, и у него там начало происходить какие-то совершеннейшие неожиданные вещи, которых я не видел. Нагрелась плата, отошла одна нога какого-нибудь элемента, которая прижималась, да, там, и плата стала работать, какое-то управление не так, как надо. И получается, что, как бы, у него опять, ну, как бы, портятся те же детали, которые менялись. Вот, и в данной ситуации лучше и более правильно защитить человека от похожих негативных сценариев тем, что ты, там, заменил регулятор напряжения, когда меняешь татор, и понимаешь, что у тебя вся элементная база работает корректно, две новых деталей. Проверил, как оно работает еще, и отдал с пониманием того, что теперь ты спокойно совершенно можешь говорить о гарантии, да, то есть, ну, ты не оставил никаких узких мест. Да, там, чуть подороже получилось. Ну, это самый тонкий момент, потому что как раз вот на этом все и спотыкаются. Детали дорогие, люди думают, ну, еще если походит, ну, чего, Слава, там, хочет мне, так он сам и продает, ну, я его очень условно говорю. Словно, да, просто когда, там, человек через месяц приедет и скажет, твой статор говно, приедет, скажет, ты мне поставил плохой статор, а ты говоришь, а ты, Волох, я тебе говорил, что надо еще регулятор менять, а ты не стал. Он говорит, так оно же работало, я от тебя уехал, и оно работало, да, а насколько хорошо оно работало и не пригружался листатор, он этого понять не может в силу, как бы, своих знаний, да, уровня. Поэтому и возвращаясь к этой правильной поговорке, что здесь нельзя оставлять никаких сомнительных вещей, и надо переделывать все вместе, чтобы не возвращалась техника на переделку. А как, как все-таки прийти к компромиссу, если действительно ты видишь, что, там, ну, реле генератора такое походившее уже, но оно еще вполне стабильно работает, вроде как, вот как быть? Да не знаю, как быть, то есть, вот, идти по сценарию, в который заложен какой-то риск, я принципиально не хочу, то есть, тут вопрос не денег, тут вопрос потери времени. Вот, допустим, мы прокачивали тормоза на новом софтреле, 21-22 года, подумали, что, как бы, компьютер подключать не надо, поскольку система не разбиралась, мы просто доливаем тормозуху и даем ей пройти через суппорта, ну, и делаем с минимальными трудозатратами. Сделали, как бы, человек уехал, говорит, тормоза говно, прерывает переделывать, тут уже был вытащен компьютер, была сделана процедура прокачки АБС, тормоза стали хорошие, но деньги за это мы не взяли, потому что уже были взяты деньги, небольшие деньги, за прокачку тормозов без компьютера, то есть, как бы, мы, по идее, брались, думали, что этого будет достаточно, А по факту оказывается, что нам пришлось переделать, если бы эту работу матрифицировали изначально, это было бы в два раза дороже, но деньги мы не заработали, потому что, как бы, решили вот так. Соответственно, это урок, урок, который надо осмыслить и выводы, из которого надо сделать, чтобы в следующие разы, во-первых, и человека не огорчать, и чтобы с первого раза все получалось хорошо. Хорошо, а как быть с клиентами, которые бегают, тем не менее, из мастерской в мастерскую, то есть, например, в одной они определили, что нужно там поменять что-то, узнали стоимость этого дела и взяли паузу, а потом нашли что-то подешевле и пошли туда, предположим, попали на тебя, а ты, вот как, собственно, мы и заявляли тему сегодняшней программы, а ты не знаешь, как бы, предыдущих операций, которые производились, и вот эти вот вещи. Может быть, есть смысл ввести какую-нибудь сервисную книжку обязательно для каждого мотоцикла, чтобы все мастера знали, что делалось, что не делалось. Вообще, как это регулируется в среде мото-мастерских? Ну, а мастерам-то какой интерес этим заниматься? Зачем вам лишняя работа и лишние огорчения и лишняя загруженность? Если человеку это не надо, то есть, он там не парится и маневрирует с одним только резоном, это минимальные затраты, то, как бы, он имеет на это право. Мастерская Басмача А бывают вообще владельцы мотоциклов, которые пишут вот это вот все, которые говорят, Слава, напиши мне, пожалуйста, или там продиктуй мне, что ты делал, я хочу занести это для себя, чтобы знать. Дофига народу просят купить заказ снаряда, это у нас остается история. Я говорю, это ваш мотоцикл, ваша игрушка, вот вы и ведите историю, типа, говорят, а что ты же не ведешь за историю, когда ты у нас менял масло? Говорят, ну, мне это нафиг не надо, как бы, ну, игрушка ваша, вы сами и переживаете. Погоди, ну, у тебя наряд заказ остается в компьютерном виде ведь, правильно? То есть, теоретически можно поднять базу данных, нет? Нет, в бумажном. А, да, да? Да. Зачем мне он в компьютере? Мне, как бы, не нужно. Ну, то есть, у меня и так рабочее время не хватает, то есть, налицо приличная перегруженность. Еще, как бы, пока я не дошел до того, чтобы вести базу клиентов и, как бы, действовать с их мотоциклами, потому что мне это, в принципе, не надо. Но если клиент не выбрасывает эти бумажки, они, если у него хранятся, то он может прийти с этой кучей бумажек, и ты, в принципе, посмотри. Ну, если у тебя человек обслуживается, например, да? Да-ка, почти все они есть в WhatsApp, в перебиске WhatsApp. То есть, их можно вынуть оттуда, посмотреть и все понять. Вот. А если человек приходит с улицы неизвестно и с какими-то проблемами, естественно, я буду озадачен тем, чтобы никаких шансов на ошибку не оставлять. Вот. И сделаю, по-моему, всему хорошо. Слушай, а есть какие-то возможности у клиентов жадных каким-то образом проверить самим себя? То есть, например, предположим, там, замена сцепления, например, там, 10 тысяч рублей объявили, и человек идет куда-то, не знаю, в интернет, набирает вот эти слова, смотрит кучу разных статей, в которых это написано, и смотрит, что здесь 11, здесь 12, здесь 8, здесь 9, и он понимает, что вот эта вот цифра, десятка, она примерно компромиссная, и он успокаивается и платит. Или это невозможно узнать? Я думаю, что это невозможно узнать. Часть народа работает по харлиевским нормочасам, берет тайминг, ну, то есть, время на произведение работ из харлиевских списков нормочасов. Вот. Я прикидываю, что, допустим, вот, если лично я бы крутил гайки, сколько бы это времени у меня заняло, и, ну, примерно те же самые истории, там, со стоимостью нормочаса понятной. Ну, допустим, человек менял сцепление где-то, вот, из недавней практики, в случае, да, то есть, приехал человек на спорстере, на династенд, ты говорил, что мне, говорит, мне меняли сцепление, и, типа, поставили барнет, ну, это, типа, хорошая фирма американская, которая продает сцепление, неплохие сцепления, вот, и, говорит, значит, ну, ночью-то у меня проскальзывает. Вот. Вопрос, кто ему ставил этот барнет, когда ставил, как это регулировали сцепление, и почему оно проскальзывает? На самом деле, здесь есть тонкий момент, это, если масло залито неправильное, допустим, залито масло в систему, ну, в масляную полость, где живет сцепление, залито масло для коробки передач, то оно будет с модификаторами трения, и эти модификаторы трения, они приводят к проскальзыванию сцепления. А если сцепление начало проскальзывать, это хана, то есть, как бы, ты его никаким образом, как бы, не вылечишь, оно уже засопливилось, оно заплировалось, и ничего, ничего с ним не будет. Можно, конечно, там, пытливую умы, скажут, типа, снять, обезжирить, пошкурить поверхности, поставить обратно, ну, а, допустим, оно, там, через неделю опять начнет скользить, да, то есть, в чем, как бы, изюм этой всей ситуации, ну, начал катать, вижу, сцепление срывается, но не каждый раз, ну, срывается, то есть, я на, там, последней передаче, пятая последняя передача у него, открываю ручку, он набирает, там, 3000 оборотов, а потом, жжжжж, резкий рост оборотов, скорость не растет, да, потом, как бы, обороты доходят, там, до 5000, момент падает, ну, как бы, он по графику просто падает. Вот, в этот момент сцепление подхватывается, да, и он разгоняется дальше, вот, ну, думаю, полный трынец, как бы, делать нечего, как бы, открываю крышку, оттуда воняет, короче, воняет серой, то есть, сернистые присадки характерны для, именно, масел, которые используются в коробках передач, то есть, там, скользющие присадки добавлены, которые для гипоидных передач, это где шестеренки скользят друг по другу, ну, типа червячных, то есть, это масло, которое убивает сцепление, то есть, я открыл, понюхал, понял, все, слил это масло, пол-литра очистителя тормозов вылил, там, все вокруг промыл, залил, новое масло, поставил новое сцепление, аллилуйя, все заработало, как надо, то есть, вот, неправильный ход, почему неправильный ход, ну, потому что кто-то выбрал неправильное масло, там, не знаю, какая мастерская, там, вникать не хочу, вот, и получается, что этим не со самым, а неправильным маслом грохнули сцепление, которое стоит на приличных денег, там, 25-30 тысяч рублей сцепление примерно стоит, а вопрос в том, что купили масло, там, условно говоря, не за 3 тысячи, а за 2, ну, вот, как бы полный бред, да, то есть, вроде экономия, но смешная, приводит к тратам, но многократно выше. Ну, мы это очень много раз обсуждали, что вот такая вот копеечная экономия ведет к большим расходам, попадались тебе люди, клиенты, которые, какие-нибудь, которые как раз говорят, Слава, мы вот сколько слушаем твои программы, давали нам, пожалуйста, вот, подороже и получше, потому что, ну, его нафиг, обратная связь такая, бывает? Ну, бывает, да, бывает, люди говорят, да, я не парюсь, я, типа, лью масло Газпромовское в Харлей, типа, и меняю его почаще, но, с одной стороны, ну, как бы, наверное, резон есть, а с другой стороны, автомобильное масло, которое человек покупает, ну, рассчитано на автомобили, автомобили на 99,9% имеют водяное охлаждение, И мотор нагревается у них до 110 градусов исключительно редко, то есть, это когда вот там какой-то безумный гойщик там или радиатор совсем грязный, ладно? А в Харлее мотор нагревается до 180 градусов и масло, бывает, набирает 140, то есть, масло может нагреваться до 140 градусов, то есть, в двигателе бывает и поболее. И автомобильное масло здесь вообще не катит? Ну, оно придумано для другого, то есть, как бы, это масло, которое рассчитано на применение агрегата, где оно больше, чем 120 градусов не набирает. Поэтому, ну, звучит, на мой взгляд, это заявление весьма сомнительно, то есть, для человека, который потратил там больше 500 тысяч на мотоцикл и экономит там раз в 5000 километров, а это у нас, ну, наверное, не менее чем пара месяцев, он экономит 4000 рублей. Ну, то есть, согласитесь, что-то звучит, как ерунда полная. Давай какой-нибудь попробуем вывод сделать из всего вышесказанного, что бегание между мастерскими в поисках того, где подешевле, оно чревато, ну, то есть, это не просто как декларация, а слушайте внимательно, о чем мы говорили, оно, к сожалению, так и есть. Ну, я говорил уже, что, как бы, есть люди, которые работают дороже меня, есть люди, которые работают дешевле меня, у всех разный подход к работе. Понятное дело, что часть народа приезжает, знакомится, разговаривает, кому-то комфортно, кому-то некомфортно, кому комфортно, те остались, кому некомфортно, значит, они должны найти то место, где им хорошо и где, как бы, подходит, как бы, уровень проведения работы. Вот, допустим, у меня есть клиенты, которые там обслуживались и которых я сознательно не беру, то есть, они управляли в другие мастерские, и, по большому счету, я подумал, что это очень замечательно, потому что кто-то требует к себе повышенного внимания, то есть, вся ремзона должна ходить вокруг этого мотоцикла, этого уважаемого человека, делать строгое лицо, там, сопереживать и прочее, он, значит, будет стоять и наслаждаться этим видом. Надо оно мне? Да нафиг не надо. Мне проще, когда есть мотоцикл, а человека нет. То есть, ну, как бы, есть список задач и есть железо, там, мы работаем по этому списку задач, по этому железу, а человек, который отнимает кучу времени и останавливает работу в мастерской, он наносит вред тем самым. И, на самом деле, я вот очень рад, что там человек нашел местечко, где ему комфортно, да, потому что, ну, у меня, как бы, было ощущение неприятных чувств, как бы, вот, когда это происходило. Потом кто-то приезжает, и, как бы, он приезжает, говорит, слушай, говорит, с деньгами туго, давай сделаем по минимуму то-то, то-то и то-то. Ну, допустим, вот, нормальный чувак приехал на спортере недавно и, значит, говорит такие слова. Говорит, я, говорит, знаю, что мне надо бы прогрессивные пружины вилку поставить, но сейчас они стоят столько, сколько у меня нет денег. Давай, может быть, что-то сможем сделать. Я говорю, ну, какую-то полумеру, допустим, я тебе могу предложить, да, там, поджим стандартных пружин, там, на полтора на два сантиметра, да, там, это даст определенную жесткость и чуть погуще масло. Я говорю, я не могу гарантировать, что получится замечательно похоже на дорогие пружины, да, то есть по результату. Говорит, ну, давай так, вот сейчас измучился я ездить, вот, типа, давай так. Здесь все проговорено, все понятно, да, то есть мы поставили эти, значит, проставки, залили масло погуще, я прокатился по ямкам, здесь у нас на заднем дворе есть. Ну, скажем, если едешь небыстро, вилка отрабатывает нормально, но во мне 120 килограмм, а в человеке 80. То есть у него, получается, нагрузка на подвеску будет меньше. И я ему говорю, слушай, я проехал, но на больших ямах пробивает. Он говорит, а мне пробивало на всех. То есть, как бы, я, говорит, ну, не мог ехать. И, говорит, ты 120, а я 80, как бы, будет эффект меньше. И укатил счастливый, то есть, в общем, все довольно неплохо. Слава, можно сказать, ну, уже в завершении программы, можно сказать, что сейчас такой затишки перед бурей у тебя по клиентам? Или ничего такого не бывает с началом учебного года, с началом сентября и так далее? Слушай, сложно сказать. Работа есть, как бы, какая-то интересная работа, дурацкая работа, неинтересная там, и такая, и сякая, и третья, она есть. Скажем, наверное, сейчас имеет смысл людям, которые располагают достаточно финансовым ресурсом и хотят что-то улучшить, наверное, им есть смысл сейчас подумать о том, что запланировать по каким-то апгрейдам на межсезонье. То есть, там, стейч-два, стейч-четыре, стейч-четыре, там, кому что надо, то есть, какие задачи. Может быть, там, планировать потихонечку обновление мотоцикла, перекраска, приведение его, там, в какой-то благостный вид, да, там, мотоциклы, которые уставшие выглядят. Вот. А я имею в виду то, что межсезонье – это классное время для того, чтобы не спешать сделать крутые вещи. Вот. И, соответственно, сейчас перевалились через половину сезона, все-таки вся вторая половина уже сейчас. И, как правило, после зимнего перерыва народ садится на мотоцикл, они, ну, водитель отвык, ему кажется, мотоцикл, ух, прет, да. А за, там, три-четыре месяца он вкатывается и понимает, что можно бы пошепчее поехать, да, то есть. И люди, в принципе, как бы, ну, вот, они где-то в августе начинают думать о том, как мотоцикл улучшить и прочее, то есть. То есть, пришло понимание окончательное возможностей своего байка, так я понимаю? Да, то есть они хотят добавить каких-то характеристик, там, о чем-то улучшить. Вот, и, как бы, сейчас хорошее время для того, чтобы это пообсуждать. То есть, скажем, примерно накидать бюджет, да, там, список операций и прочую историю. Вот, и понятное дело, что зимой там, ну, всегда народ появляется с какими-то задачами, мы их выполняем, как бы, процесс идет. Но нам интересно, конечно, делать моторные проекты, потому что понимание, как их сделать на таком уровне, который не обеспечивает больше никто, у нас есть. И, соответственно, welcome, дорогие друзья, для того, чтобы там спланировать уже потихонечку свой бодрый, шустрый следующий сезон. Большое спасибо, Слава. Пожелаем всем клиентам все-таки какого-то равновесия в подходе к выбору правильной мастерской и работы с ней. Ну, и удачи нам всем в этом замечательном теплом августе. Да, безусловно, удачи всем, это за всегда. Чтобы, как бы, у каждого мотоциклиста была, как бы, надежная и доверенная мастерская, где ему комфортно, это я четырьмя золопами за. Спасибо большое, до новых встреч. Услышимся снова. Мастерская «Басмача». Очень легко найти в интернете, в гугл-картах или в яндекс-картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Коломяшский проспект, дом 10.